Брестский аэропорт – сегодня универсальный аэровокзальный комплекс всего в 15 километрах от центра Бреста. А история его начинается в 1945 году. Тогда вылеты совершались только по Беларуси. В 1976-м первый реактивный самолёт Ту-124 уже в новом аэропорту совершил посадку. А в 1986-м дверь открыл современный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 400 пассажиров в час. Он стал вторым по значимости в СССР после Ленинградского. Открытие нового аэропорта позволило связать город Брест с такими городами, как Москва, Сочи, Запорожье, Минеральные воды и другими городами Советского Союза. С 1993 года Брестский аэропорт является международным. С 2001 года наш аэропорт вошёл в состав государственного предприятия Белар-Навигации. Наша съёмочная группа приехала в Брестский аэропорт, когда его сотрудники готовились к прилёту самолёта из Хургады. Поразительна слаженность работы всех задействованных в организации прилёта. Чётко, быстро, в спокойной обстановке человек проходит паспортную и таможенную зоны. Благодаря профессионализму работников аэропорта, а также лётного состава компании «Белавиа», пассажиры остаются довольны и самим полётом, и уровнем сервиса. Вылет из Брестского аэропорта я буду однозначно рекомендовать, потому что это самый мой лучший полёт. Летал я со многих аэропортов – украинских, российских, польских. Почему? Работа налажена отлично, все профессионалы, аэропорт готов к таким рейсам. Мы не первый раз летаем «Белавиа» с Бреста даже в последние годы, и всё остаётся на уровне хорошо, как всегда, всё устраивает. Брестский аэропорт тоже нас радует, приятно, всё чистенько, аккуратно. Не было никаких неудобств. Спасибо огромное, что составили нам такой хороший полёт. Всё удобно, всё хорошо. Спасибо проводницам, всё вообще, хороший персонал, мне всё понравилось. На борту самолёта нам туда, к сожалению, попасть не удалось. Таковы правила – комфорт, безопасность и, опять же, сервисное обслуживание. На довольно-таки высоком уровне. И это неудивительно, ведь те, кто выбрал небо своей работой и вторым домом, приходят сюда исключительно по призванию. Кстати, работники аэропорта считают, что полёт начинается на земле, с качественного обслуживания пассажиров. Всё это вместе создаёт положительный имидж компании «Белавиа» и «БелАэро» навигации. Несмотря на то, что у нас сегодня был длинный перелёт, всё равно эта профессия интересная, интересная общением с людьми, новые горизонты какие-то освещаем, то есть новые знакомства, общения. Можно посмотреть мир. Не пожалели о том, что выбрали именно такую профессию? Ни разу, если честно. Ни разу не пожалел. Наоборот, хочется как-то развиваться, расти дальше, даже несмотря на то, что происходит сейчас в мире. Жалко, что полётов стало меньше, но надеемся, что всё будет лучше и мы будем летать, как и прежде. Я в авиации работаю больше 40 лет. Руковожу людьми, которые занимаются непосредственно обслуживанием пассажиров, воздушных судов, грузов, багажа. И, естественно, мы находимся на передовой линии, то есть то, как мы встречаем людей, как мы относимся к ним, это создаёт именно вот этот имидж авиации, который люди привыкли видеть. Естественно, наши люди стараются как можно больше внимания уделять пассажирам, уделять их просьбам, их пожеланиям для того, чтобы создать комфортную атмосферу, и людям было удобно. Современный Брестский аэропорт для города – хорошая инвестиционная площадка. За последние годы он пережил масштабный ренессанс, новая взлётно-посадочная полоса, модернизация в целом. Сегодня аэровокзальный комплекс сможет принимать воздушные суда различного класса. Конечно, в одночасье вернуться к былым показателям по пассажиропотоку нельзя, однако 2019-й для Брестского аэропорта оказался экономически удачным и рентабельным. В 2020-м подкосила пандемия, но руководство не теряет надежды вернуться к прежним показателям. 2019-й год, конечно, был очень успешным годом для нашего аэропорта. По итогам года мы обслужили более 44 тысяч пассажиров, приняли у себя около 500 воздушных судов. У нас начали работать склады с ВХ, мы обработали около 100 тонн груза. Этот год, конечно, немножко в связи с пандемией, не такой успешный, конечно, как год, сократилась программа, сократилась туристическая программа. Сейчас осталось одно направление у нас – это Египет. Но мы работаем, летаем, рейсы постоянно. Сотрудники гражданской авиации и пассажиры надеются, что период затишья в небе скоро закончится. А в Брестском аэропорту для этого прилагают немалые усилия. На данный момент уже было заменено светосигнальное оборудование в планах расширения стерильной зоны, модернизации системы посадки, а также открытие магазинов беспошлиной торговли. Продолжение следует...